Я сейчас нахожусь на балконе своей квартиры в городе Валенсия. И, собственно, это максимальный уровень свободы, который я могу себе на данный момент позволить. Карантин. И карантин жесткий, введен в Валенсии. Какие у нас предпринятые ограничения от государства? В принципе, они не очень отличаются от того, что сейчас происходит в Киеве. Но все же есть некоторые ограничения пожестче. В частности, у нас работают продуктовые магазины, аптеки. Работают, как-то не странно, прачечные, парикмахерские. Я об этом обязательно сделаю небольшую ремарку. И работают АЗС, автозаправочные станции. Все остальное закрыто. Что касается прачечных и парикмахерских, то они работают по своему собственному желанию. Почему решили не закрывать парикмахерские? Это очень интересный вопрос. Я разобралась в нем и посмотрела объяснение властей, почему, собственно, они решили оставить парикмахерские. Потому что не хотели нарушать ритуалы людей пожилых. Ну и, в частности, гигиена тоже стала причиной тому. Некоторые пожилые люди, им тяжело мыть голову. Поэтому, если у них возникает такая возможность, много парикмахерских остались открытыми. И пожилые люди могут воспользоваться их услугами. Не знаю, как часто это происходит, но, тем не менее, такая возможность была оставлена. И не знаю, как долго это будет длиться. Теперь о том, что можно делать в Валенте, что нельзя. Как вы слышите, там чуть за спиной, возможно, вам слышно, на улице люди все-таки ходят, какая-то жизнь происходит. Но это собачники. Потому что выходить на улицу можно только выгуливая свою собаку. Также можно выбросить мусор, бегать, заниматься спортом, прогуливаться парочками или одному просто без причин и без какой-то острой потребности люди не имеют права. Штрафы, честно говоря, внушительные. От 600 евро до 6000 евро. А если вы еще являетесь выявленным носителем коронавируса, вдруг вы попали, попали в участок, вас проверяют на коронавирус, и оказывается, что вы уже проходили проверку, и вы скрытый носитель этого вируса, то вас могут посадить в тюрьму и привлечь к криминальной ответственности. Что касается гигиены рабочих мест, жилья, ну, собственно, на работу уже практически никто не ходит, рекомендуется настоятельно, чтобы люди работали дома, онлайн. Если это возможно, поскольку практически вся Валенсия – это туристический город, это отели, работа в ресторанах, туристический бизнес, то все замерло. Насчет гигиены дома они говорят уже давно, на радио, по телевидению. В первую очередь, это, конечно же, мытье рук, обработка антисептиком. Обрабатывать нужно свое жилище, мыть пол, пол с хлоркой протирать, протирать какими-нибудь антибактериальными средствами все ручки в себя в доме, стараться в верхней одежде не ходить дома, в обуви не ходить дома, потому что у испанцев есть такая привычка, они не снимают обувь с улицы и ходят по дому в той обуви, в которой они гуляют. Это для них абсолютно нормально. Хочу подчеркнуть, что насчет гигиены постоянно оповещают из всех доступных источников, и это очень правильно. В панике в городе, в принципе, в панике я вообще никогда не замечала ни в один из дней. Единственный был момент, когда магазины опустили. Это было, наверное, в пятницу, когда только начали говорить о том, что действительно ведут жесткий карантин, и люди скупали все продукты в магазинах. В большинстве магазинов были пустые довольно полки. Но делалось это не потому, что люди боятся, что исчезнут продукты, а потому что вводят карантин, и как-то лишний раз выходить на улицу, потом не хотелось выходить в магазин, поэтому закупались продукты далеко наперед. Что касается сегодняшних изменений, то многие супермаркеты ввели ограничение. Не более шести наименований разных продуктов можно в корзинку положить себе. Также в магазин можно приходить только одному человеку по одному. Вдвоем вальяжно прогуливаться нет, и одному вальяжно прогуливаться тоже нет. Рекомендуют использовать списки. В магазин пускают ограниченное количество людей. Иногда выстраиваются в магазины очереди, но это бывает очень редко. В принципе, все спокойно, чинно, все правила выполняются. Полиция в городе, конечно же, стала больше, людей в городе стало значительно меньше. Все тихо, все спокойно, люди замерли. Что касается психологического состояния испанцев, то они стараются, конечно же, друг друга очень поддерживать. В частности, в городе Валенсия каждый день 8 вечера проводится флешмоб. Люди вываливают на балкон и просто аплодируют. И эти аплодисменты – это помощь, поддержка докторам, которые оказались в тяжелой ситуации. Это поддержка друг дружке, потому что многие люди оказались закрытыми в своих квартирах. Пожилые люди, которым тяжело выйти на улицу, которым тяжело сходить в магазин. Они одни, им тяжело обходиться. Такие люди нуждаются в поддержке, организовываются какие-то пункты помощи. Кстати, в этот четверг тоже в Валенсии планируется большой флешмоб в 12 дня. Все музыканты города выйдут на балкон и сыграют симфонический оркестр. Будет определенный набор мелодий. И я думаю, это будет действительно интересный балконный концерт. Самое главное – испанцы стараются поддерживать друг друга, быть в единстве. Это то, что транслируется, то, что я вижу, то, что я замечаю. Мы все едины, мы не одни, мы поддержим друг друга. Все обязательно наладится. Люди занимаются спортом, как могут, например, фитнес-тренеры, могут тоже вести занятия на балконе. И люди могут подключиться к такой заряду. Я думаю, что состояние испанцев сейчас находится как раз на стадии принятия. Отрицание уже прошло, гнев тоже уже прошел. Все это было. И вот сейчас испанцы принимают действительность и реальность, такая, какая она есть. А реальность – это называется коронавирус. Хочу передать всем крепкого здоровья и все-таки сидите дома, побудьте на карантине. Другого выхода пока что человечество не придумало.